Всем привет! Мы так вдохновились ютуб-каналом Марка Черветь и шеф-повара Сильпо, что решили приготовить обалденно красивый, я надеюсь, очень вкусный десерт маскарпоне с глазами дракона. Дети, вы видели когда-нибудь глаза дракона? Да! Для того, чтобы его приготовить, нам понадобится, собственно, сам этот фрукт. Говорят, что это самый полезный фрукт Китая. Называется он Луньянь, и по-нашему в переводе глаза дракона. Держи, это будут твои глаза дракона. О-о-о! Глаза дракона! Ой! Ой! Если у вас нет в наличии этого фрукта, то их можно заменить консервированным сладким ананасом. На! Еще нам понадобится для этого два яйца. Да! Маскарпоне. Муке. Держи. Немножко сахара. Ничего себе немножко, целый пакет. Ну мы весь пакет не будем. Немножко овсяного печенья. Совсем чуть-чуть шоколада для посыпки и фисташек для красоты. Держи. Дай, дай мне. Тебе шоколад, да? Шоколад и фисташки. И еще несколько мандарин для того, чтобы сделать из него мандариновый фреш. Нет, 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 нет. Держи мандарин. Ну что, вы готовы? Начинаем. Да, дети? А мне надо. Да. Тут написано, что из этого можно сделать тирамису. Один, два. Ну что, мы взяли пачку маскарпоне, положили туда две ложки сахара и нужно положить туда два желтка. Желтки разъединяем от белков, белки взобьем отдельно, а желтки соединим с маскарпоне и сахаром. Ну что, да? Да, да. Попробуем. Ох, какой новый красивый ножичек. Распевает его ножичек. Так, белок я ложу сюда. Сюда. Оп. Ну что, Егор, ты размешай аккуратненько ложечкой. Яичко забирай. Давай, дальше сам, только осторожнее, пожалуйста. А потом я. Конечно, потом ты, конечно. Ну давай, Кириш, тоже давай. Я хочу позже. Как хорошо, когда в семье много помощников. Я хочу попробовать, попробовать. А вдруг невкусно, да? Как говорит шеф-повар Марка Черветьев. Надо попробовать, а вдруг невкусно. Но это вкусно. Ням? Угу. Ням. Это уже божественно вкусно. Надо взбивать. Хеп-хеп-хеп, нельзя. Венчик нужно помыть. Или хорошенечко вытереть от первого. От первой смеси и взбить белочки. Дети, не деритесь. У нас глаз дракона сегодня очень много. Мама, как будто у тебя пена. Да. Смотрите, он становится гуще уже. Чувствуете, видите, да? Да. Да, уже почти как крем. Да. А потом можно попробовать? Да, попробуем, да. О, уже густая оттенка, да? Да. Мама, ты молодец. О, боже, он взбивает сам. И даже ничего не развалил. Так, теперь наш крутой нож откладываем. И нам нужно будет, детки, смотрите, что сделать. Фрэш и печенье. Нет, еще пока чуть-чуть рано. Нам нужно теперь вот эту... Ой, какая... Вот этот белок вложить аккуратненько вот сюда. О, я попробую. И вручную его вмешать. Мама, будет вкусно? Конечно, зайчик. А я попробую. Как говорит Марко Черветь, будет просто белиссимо великолепно. Почу шелтенькое попробовать. Так, а мальчикам мы дали задание сделать мандариновый фрэш. Они чистят мандаринки, мы их сложим сюда и миксером их перемелим. Ну что, делаем мандариновый фрэш. Да. Вау! Будет вкусно, как мандариновый коктейль. Да. Мама, получилась как мандариновый коктейль. А потом я. Да. А потом я. Конечно. Так, теперь наша задачка что сделать? Понять печь его вот печеню. Ох, какой он острый. Ничего себе. Вы видели, как нож быстро и легко вошел, открыл нам печенье? Да. Вот сюда аккуратненько крошим печенюшки. Крошим. Колька. Я думаю, что как раз три давайте. А тут еще и с кусочком межуравлыны. Так, что мы делаем? Верхняя часть десерта у нас уже готова. Это кремчик. Нижняя часть десерта у нас будет состоять из крошеного овсяного печенья, в которое мы добавим немножко мандаринового фрэша и немножечко украсим его тертым шоколадом. Тем временем мы детям даем задание, что делать? Чистить глаза. Чистить глаза дракона. Подвако. Чтобы положить их в десерт. Я тем временем добавляю мандариновый фрэш. Нижняя часть десерта у нас готова. Один. Ну что, пришло время. У нас все готово. Раскладывать десерту. У нас есть три мисочки. Вниз мы ложим с вами что, котики? Фрэш. Фрэш и печенье. Печенье, фрэш и потертый шоколад. Да. Мы потерли шоколад мелко-мелко. Потом мы накладываем маскарпоне, кремчик. Правильно? Да. Все это перемешиваем с нашими фруктами драконием глазом, но без косточек. И сверху украсим шоколадом и фисташками. Первый десерт делаю я, а дальше дети. Вау, будет. Княна хочет. Да? Угу. Ну что, еще чуть-чуть. Хоп. Хватит. Да? Дальше. Мы накладываем. Давайте сделаем один десертик. Шоколада. Шоколада. Бери ложечку. Ложечку. Аккуратненько туда посыпь шоколадом. А, так, красота. Класс. Ох, красота какая. Классная. И теперь аккуратно накладывай маскарпоне. Так, надо ложечку взять. Аккуратно, аккуратно. Целую чашку. Да? Угу. И вот так делаем. Угу. Слово так делаем. И еще одну ложечку. Оп. И все. И все. Все, красота. И глаза. А, мы забыли глаза, дети. Ё-моё. Следующий десерт точно будет с глазами. Очищаем их от шкурки. Ой, от косточки. И ложим сюда. Марко Червецти сказал, без косточек ложить глаза дракона прямо в нашу нижнюю прослойку десерта. Так, конечно, все нужно. Ты тоже хочешь, да? Да. Я хочу твою. Ну, какие прикольные косточки, как маленькие, маленькие. Как будто зрачок глаза. Да. Ну, что? О, бог. Смотрите, это и правда похоже на глаз. Давай, Кирюшоня, аккуратно. Раз. Раз. Ты с глазами прям набирай. Два. И чуть-чуть. Три. Три. Хоп. Классики. Так, подождите. Теперь что у нас следующее? Шоколад. Давай. Теперь ложим кремчик. Аккуратно. Аккуратно. Фисташками. Их нужно немножечко измельчить. Фисташки не должны быть соленые, не должны быть жареные. Должны быть просто фисташки. Да, вот такие вот красивые фисташки у нас есть. Ну что, мы немножко раздробили наши фисташки и посыпаем им наш десерт. По рецепту. Говорят, что нужно поставить этот десерт на несколько часов в холодильник. Но Марко Черевете сказал хорошим деткам, можно кушать его сразу. Давайте ложь. Ну что, Егорчик, дай попробовать. Ммм, божественно, божественно. Ммм. Кто сделает такой рецепт, как сделали мы, пишите в комментариях, понравилось вам или очень понравилось. Угу. Пока. Пока-пока-пока. Пока-пока, очень вкусно. Да. Пока-пока. Пока-пока.